Эксклюзив на радио Твоя Волна. Демидыч. Любимое место в России. Наша необычайно прекрасная и большая страна имеет много хороших мест, где везде хорошо. Но у меня есть два любимых места. Это даже три, я бы сказал. Это моя родина Белгород, где прошло мое детство, юность. Это в Тульской области, где я сейчас живу. Деревня Савина называется в Заоковском районе. И третье место это Горный Алтай, где когда-то я работал полномочным представителем Республики Алтай при президенте Российской Федерации. Замечательное место, красивое. Кто не был на Алтае, должен там побывать. Звездный прогноз. А дальше-то что? Ну, дальше то, что мы себе сами, так сказать, назначим. О чем будем думать, чего будем желать, к чему будем стремиться. Вот, потому что мысли материальные. Вот давайте все думать о хорошем. О том, что на планете будет мир. Что человечество, наконец, обретет разум. И начнет реально заботиться о природе, о братьях наших меньших. И, конечно, человеки должны все-таки любить друг друга. И тогда наступит прекрасное время. И оно наступит обязательно. Первая песня. Родился в музыкальной семье. У нас все играли. У нас было пятеро детей. Я самый младший. Папа играл на барабане и на гармошке. Старший брат играл на трубе. Другой старший брат играл на баяне. Сестра пела. В общем, семья музыкальная. И когда я чуть подрос, где-то лет, наверное, 8, мой друг, Женя, сосед, он играл на гитаре. Я говорю, покажи мне аккорды. Это было так завораживающе. Гитара-то чудо какое-то. И он мне показал первую песню. Это была песня «Ля минор». В ней три аккорда. Но это был божественный экстаз. Когда я научился играть эти три аккорда, «Листья жёлтые». О, боже, какое это было счастье. Конечно, это, несомненно, сразу сказывалось на популярности. И уже в классе девочки на тебя смотрели по-другому, когда ты с гитарой. Вот так вот я и начал. Первая песня, которую я исполнил публично, была эта песня «Листья жёлтые». А песня, которую я первый раз записал, она есть у меня в альбомах, вы её найдёте. Называется она «Скрипач». Значит, она такая полународная, её все перепели. И Михаил Захаревич Шафутинский её пел, и Бомой Гулько пел, все пели. Вот я её спел. Ну, все поют по-своему. Вот у меня там великолепно сыграл «Скрипач» Иосиф Лисовой. Вообще, и цыгане пели целый хор. И специально их нашёл цыган, привёз на студию. И такие ребята, вот. Ну, в общем, почти никого уже нет из тех, кто это делал со мной вместе. Песня «Скрипач». Это первая записанная публичная песня. Жил один скрипач, молот и горяч, Бурный и порывистый, как ветер. Горячо любя, отдал он себя той, что краше нет на свете. Ну, такая песня. Только у меня, соответственно, 40 лет назад был голос другой, более звонкий, весёлый, вверху. А сейчас более такой, может быть, тепловатый и ниже стал. Дело в том, что «Скрипач» – это очень драматичная песня. Я её услышал в первый раз. У нас ребята взрослые собирались, значит, река Нежигаль, это село Ржевка, Шебекинский район. И вот взрослые ребята, такие уже, кто армию служил или кто там уже в призывной возраст, с гитарой у костра, там, ну, немножко там вино пили и пели песни. Вот я когда услышал песню эту «Скрипач», она очень драматичная, она меня настолько тронула в детском возрасте. А сюжет там, это обычный сюжет классический. «Скрипач» полюбил девочку, девушку, а она, значит, ушла к богатому мужчине, к какому-то. И он очень сильно переживал, за счёт чего, значит, сошёл с ума, брал ветку и на ней играл, и она казалась ему скрипкой. Но, в конце концов, он ей желает всё-таки счастья. Ну, как грустная, драматичная песня. И мне показалось, что я смог этот драматизм весь передать. И вот Иосиф Лисовой, который «Скрипку» играл, и ребята-цыгане, кто пели. Ну, вот такая получилась песня хорошая. Мне и сейчас её слышать не стыдно, и, как бы, я слушаю с удовольствием. Недооценённая песня. Ну, это вообще такая рубрика не для очень скромного человека. Вот, потому что, ну, как бы, самому себе говорить. Честно говоря, я вообще считаю, что всё моё творчество очень недооценено. Потому что там есть разумный смысл, есть тексты. Я ведь не только свои тексты использую в песнях. Как правило, музыка везде моя, в 100% случаев. За редким, за одной и двух песен, которые мне понравились. А я беру тексты хороших поэтов. А есть поэты такие, которые тоже недооценённые. Они почему-то не вышли. И я работал с такими поэтами, как Грозовский Михаил Леонидович, Жуков Александр Николаевич, Мартышкин Михаил Михайлович. Вот остался жив пока один Грозовский только, к сожалению. Остальные ушли уже. Это были поэты. Поэты. То есть у них были такие стихи, когда их читаешь, некоторые, то встают волосы дыбом, понимаешь. Я потом прочту вам что-нибудь из этого. А в моих песнях во многих именно хорошая поэзия. Я про музыку не могу себя сам оценивать. Поэтому мне кажется, что всё моё творчество, в общем-то, не оценено. Например, «Ветеран» песня. На стихе Александра Жукова я написал песню давно. Снял клип, где в филе клипе снимался народный артист России. Известный диктор всему миру, Диктор Иванович Балашов. Мы с ним дружили последние 20 лет. «Ветеран продаёт ордена, Чтоб не кланяться ради Христа. Что ж молчишь ты, родная страна, Или совесть твоя нечиста? Этот орден его за Москву, А другой за Рейхстаг, за Берлин». Ну и так далее. Но я говорю, петь надо или всю песню, или не петь. Райдер-артиста. Когда я выпивал раньше, то там обязательно был какой-нибудь хороший напиток дорогой. А сейчас я не выпиваю уже давно, поэтому этот пункт ушёл из моего Райдера. А в Райдере остаётся один пункт, который я прошу соблюдать. Вот гостиничный номер всегда должен быть просторным. Не обязательно люксовым, но большим. Понимаете, я люблю, когда, ну как бы, а маленькие вот такие комнатки не люблю. У них некомфортно, я у них не могу спать. Ну это не в смысле клаустрофобии у меня, а в смысле того, что люблю просто вот большие, большие апартаменты. А, кстати, интересный один факт расскажу. Мы были на гастролях однажды с Николаем Николаевичем Дроздовым, с нашим известным ведущим программы «Мир из животных». Это было в Ярославле. И когда мы приехали, я его завёл в его номер, в люкс. Когда он увидел это, говорит, нет, нет, я здесь не буду жить. И не буду вообще срочно меня стелить в обычный эконом-класс. Я думал, это какая-то так странность. А потом оказалось, что это у него вот такое, как бы, не хобби, а особенность его райдера. Он всегда просит эконом-класс. Не хочет, в деле не хочет, обременять юбиляра, условно говоря. Такой вот человек светлый, да. Дай Бог здоровья ему, Николай Николаевич. Любимое блюдо. Салат называется «Помидорный салат» от Демидовича. Первое. Помидор должно быть не менее 70% от всего общего объёма. Это первое условие. Второе. Помидоры должны быть обязательно сладкими, узбекскими лучше. Может быть, дагестанскими, но только сладкими, с зелёной семечкой. Это второе условие. Третье условие. Режете, как хотите, помидоры, кубиками, ломтиками. Всё остальное добавляем по желанию. Я, например, добавляю яблоко. Могу добавить немножко виноградин разрезать, потом зелени чуть-чуть. Потом, допустим, можно черешни немножко добавить, персика немножко. Но всё это вместе не более 30% от общей массы. 70% от помидоров. Далее вы берёте чеснок обязательно. Вот это одно из главных условий. Ну, на, скажем, на килограмм салата, я думаю, зубчиков 5 крупного чеснока. Мелко режете. Крупную головку лука мелко режете. Далее очень важный момент. Берёте чёрный перец горошек обычный. Не душистый, а обычный. И его давите на доске бутылкой. Чтобы у него была крупная фракция. Тогда он лучше пахнет, и у него другой вкус. Всё, потом дальше всё это, значит, заправляете либо сметаной, либо маслом. Чем хотите, что он лучше. Солите. Опять же, солить надо чуть больше, чем вы думаете. Потому что сочетание сладких фруктов, помидоров и соли, даёт определённый эффект. И получается просто бомбище. Можно есть один салат с хлебом, и больше ничего не надо. Первые деньги. Значит, ну, поскольку я родился в простой советской семье, достаточно небогатой, я бы сказал, даже бедной. Детей много. Мать моя, она такая женщина, она прошла концлагерь. Четыре года у немцев провела. У него два побега из концлагеря. Потом её просто как рецидивистку фашисты содержали в лагере. Вот. И после этого... А отец мой, он, значит, форсировал одер. Кто-то, люди знают, про войну немножко, знают, что это было одно из тяжелейших переправ. Вот. И во время этого форсирования он получил тяжелейшее ранение. После этого ещё два года до 47-го года он лечился в Сибири, в Москве. И потом, когда его выписывали, врачи сказали, Демид Фёдорович, у вас никогда не будет детей. Вот. Папа мой выздоровел, встретил мою маму, и они родили пятерых детей. Я самый младший. Поскольку мы жили бедно, папа где-то мне, наверное, в классе в шестом говорит мне, сынок, вот там в соседнем совхозе, называется Ленинская, там у них большое стадо дойное, и нужен подпасок. Что такое подпасок? Это есть пастух, а ещё есть подпаски, которые, когда пастуху лень куда-то там ехать на лошади, он подпаску говорит, так, беги, верни тех убежавших коров. И мы бегом, у нас было человек пять, у него, значит, подчинение, и мы бегом бегали этих коров, там, загоняли, когда они убегали. Да, я запомнил, когда была гроза, значит, вот самая, вот, и одна какая-то сумасшедшая тёлка, такая, знаете, убежала вообще, чёрт знает куда, аж не вид, до горизонта. Идёт дождь, идёт гром, молнии, и, значит, этот наш пастух говорит, так, мне, давай вперёд туда. И вот я за ней бежал, я это запомнил на всю жизнь. А это был седьмой класс, да, а потом уже в классе, наверное, в восьмом, нет, вру, это было раньше, пастухом и подпаском я был, наверное, в классе в пятом или в шестом. А вот в седьмом я был водоносом, хотя могу перепутать, да, классы. Это что такое? Это огромное поле свеклы длиной, там, в два километра, например. И стоят группа женщин, солнце, жара, 35 градусов. Женщины работают, значит, в лифчиках и все в цветных трусах. И стоят они, и идут потихоньку, и занимаются прополкой руками этой свеклы. Это сейчас техника, которая, трактор проехал, у тебя поле всё, так сказать, или гербицидами её сбрызнули, и всё, все сорняки умерли. А раньше это руками делали всё. И вот я, значит, какая-то женщина там руку поднимет, а я сижу в посадке с бидончиком воды, с большим, с холодной водой. И я бегу к этой женщине, она попьёт водички, я обратно возвращаюсь. А потом на лошадку сажусь и эту бочку везу дальше. Вот такая была работа. Это заработал первые деньги. А музыкальные деньги я заработал в 14,5 лет, когда я в 14 лет поступил в технику в Херсоне. И я уже прилично играл на гитаре, достаточно прилично. И меня взяли, значит, работать в ХАМУ. ХАМА — это херсонское объединение музыкальных ансамблей. Вот. Я там работал артистом второй категории. И мне было 14,5 лет. Я зарабатывал большие деньги, но все их пропевал с друзьями. Поскольку я был молодой, мои студенты техникумские, все приходили, я всех угощал им, и это... Короче, ничего я не скопил. А деньги были приличные. Кто работал музыкантами в те годы, это конец 70-х годов, те знают, что зарабатывали с деньгами. Ну, весело. Как говорил известный герой, есть что вспомнить. Семейный бюджет. Ну, слава богу, мы с моей супругой прожили уже почти 40 лет. И у нас никогда не было, что я от нее что-то прятал или она от меня. У нас все знают, где лежат деньги. Дело в том, что денег много не бывает в нашей семье, во всяком случае. Но их достаточно, чтобы существовать как-то и, в общем-то, не особо голодать. А заначки у нас нету, а бюджетом, конечно, в основном жена расправляется. Но если я хочу купить новую машину, и у меня есть деньги, у нас есть деньги, то, конечно, я говорю, надо купить, и никто не против. Как выйти из конфликтной ситуации? Ну, это же известный ответ, это, можно сказать, лучше в нее не попадать. Например, если едешь по дороге, и видишь, человек какой-то начинает зебру делать, обгонять, тормозить, подрезать, то я использую правило 3D. Все, кто не слышал, запоминайте, дай дураку дорогу, не связывайся. Пропусти, пусть он свое положенное встретит буквально там через несколько километров. Черты характера, от которых лучше избавиться. Ну, во-первых, я стал трезвенником. Как говорят, каждому овощу свое время. Было время, когда это было интересно выпивать. Много с друзьями, хорошая пирушка и так далее. Но природа берет свое, но все-таки мы не молодые люди уже, я так думаю, я уже дедушка 60 лет, елки-палки, не верится. Так вот, организм все-таки другой. Но еще у меня причина, почему я бросил пить, я скажу. Потому что, когда я выпиваю, у меня стали, например, такие вещи происходить, что я не помню, что я делал утром, понимаете? А это в моем положении, публичного человека, невозможно. Поэтому я решил, лучше я не буду выпивать. Но я все-таки в трезвом уме знаю. Но и потом мне нужно, чтобы была хорошая память. Потому что мои песни некоторые, ну, очень сложные. Для того, чтобы их запомнить, я их учил по нескольку месяцев. Понимаете? Допустим, я сегодня спою песни, но стихи такие прочту, например. Мама, сказка, каша, кошка, книжка, яркая обложка. Буратино, Карабас, ранец, школа, первый класс. Грязь, тетради, тройка, двойка, папа, крик, головомойка. Лето, труд, жара, солома, осень, сбор металлолома. Пушкин, Дарвин, Кром, Милем, Гоголь, Наполеон, Менделеев, Герострад. Бал прощальный, аттестат, институт, экзамен, нервы, конкурс, лекция, курс первый. Тренировки, семинары, песни, танцы, старые бары, прочно знаний, счет, нечет, радость, сессия, зачет. Строят ряд, жара, работа, кульпоход, газета, фото, общежитие. Взятка, мизер, кинотеатр, телевизор, карандаш, лопата, лом. Пятый курс, проект, гиплом. Отпуск, море, пароход, по Кавказу, турпоход, кульман, шеф, конец квартала, цех, участок, план, повал, УЖСК, гараж, квартира, теща, юмор и сатира, детский сад, велосипед, карты, шахматы, сосед. Сердце, печень, лишний вес, возраст, пенсия, со-без. Юбилей, часы, награда, речи, памятник, ограда. Да. Но я, между прочим, эту песню пою всегда, на всех юбилеях, потому что, ну, как бы, что написано пером тебе судьбой, ты не обойдешь там, и в любом случае это случится. Вот это поворот. События, круто изменившие жизнь. Ну, у меня таких, пожалуй, событий было много, ну, как бы я, ну, на самом деле. Ну, например, вот у меня, там, где я живу, такое место, тихое, оно в низине, у меня на моем, вот, где я живу, непосредственно бьет родник, что крайне, ни у кого нет родника, у меня есть родник. И там можно загадывать желание иногда. Вот я загадал желание однажды, чтобы меня нашли друзья юности моей. И, в самом деле, прошла неделя, мне позвонили два человека, вот вы не поверите. Вот это, и это изменило мою жизнь, потому что девочка, с которой мы пели в ансамбле, в Херсоне, у нас был дуэт, мы там завоевывали все призовые места, она, мы закончили театрику, мы разъехались в разные города и кто-то, потерялись. Потом я ее пытался найти по фамилии, а она же сменила фамилию, и я как бы искал, искал, не нашел. А потом прошло, вот когда я загадал эту ситуацию, она меня нашла, Юля Ванцовская. И оказалось, что она все эти годы, она работала на Севере, в Газпроме, а потом работала здесь, в Москве, в Газпроме. Она все эти годы слушала мою песню «Севера», сколько я уже там, 25 лет, наверное, и не знала, что это я пою. Это было удивительно. А как был я расстроен, потому что если бы она меня раньше нашла с песней «Севера», то у меня было бы столько гастролей на Ямале, понимаете? А это только сегодня, а она уже на пенсии, вот так вот бывает. Но, кстати, совсем недавно я написал новую песню про Ямал на стихи Павла Витальевича Хаценко, который прожил на Ямале всю жизнь. И замечательные стихи, конечно. И мы сняли клип на эту песню, вот сейчас он должен выйти в интернет. И меня приглашают в декабре на Ямал на празднование юбилея региона. Вот, наконец-то на Ямал. Хотя на Камчатке, на Чукотке, на Владивостоке, на Сахалине, там везде я бывал. На Ямале я бывал, но не по приглашению вот такому, когда именно меня вот с этой песней приглашают, с этими песнями. Самое главное в жизни. Самое главное в жизни – это быть оптимистом, конечно, понимаете? Это, как говорят, что такое оптимизм? Это когда человека везут в багажнике, в лес, в багажнике, в лес, а он думает, что они едут за грибами. Это оптимизм, да. Где найти свою любовь? Ну, мою, кстати, жену зовут Любовь, Любовь Анатольевна. Дай Бог ей здоровья. Значит, мы с ней встретились. Я первый год своей армии служил простым солдатом в войсках связи, в Поварово, в Солнечногорск. А попал туда так, чтобы мой брат в тайне от меня, мой родной брат работал адъютантом у заместителя министра обороны. И когда я начал вот в Шибекино много выпивать и гулять, отец ему говорит, забери его в армию. И мой брат организовал телефонограмму быстро, и меня через два дня забрали служить. Я не понимал, как так, почему меня забирают. Мне все обещали, что меня никто никуда не возьмет. Ну, в частности, в военком, с которым мы дружили и там выпивали иногда. Ну вот. И когда первый год я служил обычным солдатом в обычной части, строго режимы караула, это было что-то вот ужас. Однажды к нам приехал ансамбль музыкальный, военный. Я к ним подошел и говорю, ребята, у меня такой вид был, наверное, что в глазах моих было написано, заберите меня отсюда из леса. Я сказал, мол, я играю на гитаре, хорошо, послушайте меня. Ну, это он, подполковник, говорит, Кайрат, иди послушай его. Кайрат это был известный теперь как Кайметов. Ну, Кайрат меня послушал, говорит, слушай, хорошо играет. Ну, и они уехали. И буквально через месяц приходит телефонограмма, и меня забирают в московский округ, переводят, вернее, в Москву, где я служил последний год свой. Так вот, находясь в этом ансамбле, назывался он «Молодость», мы однажды выступали в генштабе на вечеринке молодежной, приуроченной к Дню комсомола. С комсомолом у меня тоже особое отношение. И на этой вечеринке скромно стояла моя супружница, будущая. И ее пригласил сначала один наш артист, а я, увидев это, бросил гитару и сказал, «Слушай, а он был младше меня на полгода, отдыхай, иди». И забрал ее. На свое счастье, кстати. И мы вместе с Любаней уже скоро будет 40 лет. Ну, это, я не знаю, к чему ваш вопрос можно сравнить. Как найти белые грибы, где их искать? В лесу, наверное, потому что там и не могут быть. Поэтому здесь ведь же доказано уже, что чувство – это не только рожденный в сердце какой-то мотив, взрыв. Это очень много факторов зависит, понимаете? Это и там, это химия. Это время, ты должен быть готов к этой встрече. Это человек, которого ты можешь полюбить, должен быть оправдывать твои ожидания. А может, не оправдывать, не знаю. Здесь такой вопрос сложный, нет на него ответа, где встретить. В Витро, в такси. На радио, на радио твоя волна. Вот. Эксклюзив. На радио твоя волна.